Всем привет! Сегодня еще один способ оптимизации или прием. Короче, 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 что у нас тут есть. Давайте посмотрим. Вот есть какая-то рекурсивная функция, вот FA. И давайте на нее посмотрим, что она делает. Она делает какие-то вычисления и вызывает саму себя. То есть рекурсивно до тех пор, пока и больше нуля, а здесь и уменьшается. Вот. Ну, это мусорная функция для того, чтобы запутать компилятор. Так вот, а есть функция FB, в которой у нас вызова самой себя нету, а есть goTo. Вот так вот. То есть и пока и больше нуля, мы делаем вычисления. То есть мы прыгаем на начало функции. То есть здесь рекурсивного вызова нету, что, по идее, должно сэкономить нам, ну, не знаю, процессорные мощности. И давайте, давайте для того, чтобы посмотреть, давайте 10, о, 10 тысяч, мне кажется, много. Сейчас посмотрим, если стэк оверфлова не будет, а не, не будет, то нормально. Так, и что мы видим? Мы видим, 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 что применение goTo в данном случае, ну, так под ускорило. Но проверять теперь я буду не вот здесь, не в китишке, а использовать три разных компилятора. И, 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 короче, смотрите, я добавил такую папочку different compilers. И вот здесь у меня для силенга есть библиотека этого лип-бенчмарка, которую я собирал с силенгом или клэнгом. Точно так же GCC, библиотека, я собирал ее с помощью GCC, то есть GCC будет проверяться на GCC. И Intel C-компайлер, вот, тоже библиотека. Библиотеки релизные, релиз у нас там, вот, для того, чтобы, потому что, как видите, вот здесь warning, library was built as debug. Теперь они у меня в релизе, и теперь проверка будет на трех разных компиляторах. Так, ну и, наверное, с разными флагами. Посмотрим, займет это много времени или нет. Ну, короче, я думаю, вы тут фишку поняли, да? Смотрим еще раз. Вот функция рекурсивная, она вызывает друг, саму себя. А вот это типа рекурсивная, то есть используется go to. Это тот, это один из тех случаев, когда go to оправданно. Так, давайте посравним на различных компиляторах. Итак, запускаем. То есть, вы сейчас видите три разных компилятора, но на одной платформе. Если будет время у меня, я поставлю еще один компилятор IBM-овский. Вот. Он там временно бесплатный. Ну, Intel-овский вроде временно бесплатный и IBM-овский. Короче, смотрим C-Lang или Clang. Я буду называть C-Lang. Так, какой результат? Ну, результат у нас go to помогла. Ну, немного ускорила. Теперь давайте GCC. GCC. Так, GCC показывает результат получше. Ну, смотрите, здесь какой-то такой разброс большой. Странно. А ну-ка, еще раз я запущу. GCC. 21, 34, 39. Интересно. Интересно, интересно. Почему такое расхождение? Ладно. И давайте посмотрим на Intel C-компайлер. Результаты. Так, так, так. Ну, во всех, при всех трех компиляторах, в принципе, без оптимизации скорость приемлема. Ну, то есть использование go to приемлемо. Так, давайте уровень 1 поставим и потом уровень 2. Уровень 3 и так дальше я ставить не буду. Так, запустим пересборку. И при первом уровне компиляции, при первом уровне оптимизации, сейчас посмотрим. Так, Bincompare. C-leng. Что у нас тут? Теперь у нас тут по 20 тысяч, да, вот значение миллисекунд. И что мы смотрим? В принципе, для C-leng или Clang, короче, я буду C-leng называть, не обижайтесь, потому что вроде как правильно Clang. Так вот, для C-leng что go to, что не go to, результат одинаков. Ну, возможно, C-leng уже это и так оптимизировал. Так, давайте для GCC посмотрим. Ну же, C-leng у нас, смотрите, разница... Да что такое? Вот это я не пойму, почему проседание такое идет? Первый тест нормально, а потом... Массивы же я вроде не использую. Нет. Очень интересно, не рандом, а ничего не использую. То есть, ладно, там массивы использовал бы, можно было бы подумать, что в стэк, там, в кэш, точнее, что-то не попадает, а потом попадает. Ну, короче, в любом случае мы видим, что для GCC использование go to оправдало себя. Для C-leng нет. Ну и давайте Intel C-компайлер. Так, у Intel C-компайлера, смотрите, смотрите, что происходит. Он тоже на уровне O1 оптимизации, походу, оптимизировал так, что разница между рекурсией и нерекурсией нету. Вот. Ну, здесь, здесь неплохо отработал Intel компилятор. Судя по результатам, он быстрее всего в этом случае. Ну и последняя проверка на уровне оптимизации O2. O3 проверять не буду, хотите, проверьте сами. Так, сохранил и, 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 и. Давайте все пересоберем. Так. Пересобрало и запускаем. Кленг. Так, 2000. А до этого было, опа, очки, смотрите, да? Вот это кланг, да. 20 тысяч было, 40, да. А тут, смотрите, при уровне оптимизации O2, ну, сам рекомендуемо, да, разница, конечно, уже большая. Так, теперь GCC запустим. Ничего себе. Смотрите, какая большая разница. В 10 раз. Странно. А чё так? Здесь у нас, в этом случае, смотрите, при O2 уровне выигрывает, ну, конечно же, вот, силенг по-любому. Теперь сравним GCC и Intel. GCC выиграл. Если. То есть, при рекурсе у нас и у Intel быстрее, а при нерекурсе при Go2 у GCC быстрее. Хотя я чё-то думал, что Intel такой очень крутой компилятор. Ну, тут я вижу, что силенг. Очень даже ничего. Возможно, возможно, для Intel компилятора, ну, и как для любого другого, возможно, нужны какие-то особые флоры. Для того, чтобы включить всю мощь, потому что здесь набор флагов одинаков для каждого компилятора. Вот, поэтому, если кто-то знает, то напишите в комментарии. Ну, и если у вас другие компиляторы и другая архитектура, напишите свои результаты, если у вас есть возможность протестировать на какой-то архитектуре на двух разных компиляторах. Ну, а на сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.